Здравствуйте! В эфире программа «Семь минут». Сегодня у нас в гостях исполняющий обязанности начальника управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Владимир Буханов. Здравствуйте! Здравствуйте! Владимир Павлович, можно ли уже сейчас подвести какие-то предварительные итоги вашей работы за 13-й год? За 10 месяцев 2013 года сотрудниками Федеральной службы наркоконтроля Паризанской области было выявлено 536 преступлений, относящихся к последствиям органов наркоконтроля. Из незаконного оборота было изъято свыше 53 килограмм наркотических средств. Было выявлено 3 факта легализации денежных средств, полученных от дохода от преступной деятельности, в частности от незаконного оборота наркотиков, 11 фактов контрабанды, 47 фактов содержания притонов. В управлении регулярно проходят различные акции и операции. Хотелось бы поподробнее о них узнать. В управлении недавно только управление принимало участие в оперативно-профилактической операции МАК, которая проводилась всеми правоохранительными органами региона с мая по октябрь месяц и была направлена на пресечение распространения наркотических средств растительного происхождения. За время проведения операции из незаконного оборота было изъято более 18 килограмм наркотического средства марихуана, около 3 килограмм наркотического средства гашишное масло, более 2 килограммов гашиша. Было возбуждено порядка 200 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков различного происхождения. Из них было 11 фактов содержания притона. А помимо еще какие операции проводятся? С сегодняшнего дня по 30 ноября этого года будут проводиться операции «Сообщи, где торгуют смертью». Управление по телефонам 24 57 67 и 8 800 100 57 67 принимает круглосуточные звонки от населения с сообщением о местах, о людях, которые занимаются сбытом наркотических средств. Также есть у нас на нашем сайте режим обратной связи, на котором тоже можно в электронном виде задать вопрос, либо вопрос, либо оставить сообщение, касающееся незаконного оборота наркотиков. Владимир Павлович, сообщи, где торгуют смертью. Вообще акции она у вас регулярно проходит ведь, да? Да. Звонят много? Да, у нас довольно-таки обширно, и не только во время акции, но и в обычные дни довольно-таки большое количество сообщений от граждан, которые проверяются, все не остаются без внимания. Наркотики нельзя делить по их массе, потому что одни в большей массе оказывают негативный эффект, а другие даже в очень малых дозах оказывают свой негативный эффект, и даже гораздо больше, чем та же марихуана, например. У нас по итогам работы за 10 месяцев у нас примерно 48% всех фактов изъятия наркотических средств – это изъятие наркотических средств синтетического происхождения, которые поступают к нам в основном из-за рубежа или из других регионов Российской Федерации. Вот, кстати, по поводу этого сразу вопрос, каким образом у нас в основном, какой основной трафик, да, вид транспорта, поезда, автобуса, автомобиля, как поставляют? Есть различные способы, которым доставляются наркотические средства на территории Рязанской области, это и автомобильным транспортом из других регионов России, таких как Московская область, город Москва, Санкт-Петербург, часть железнодорожным транспортом. Вот, но основная масса, вот, например, таких наркотических средств, как синтетические, они приходят и по почте, как и, я сказал, из других регионов России, так и из-за рубежа. Как правило, заказ осуществляется через интернет, делается заявка, перечисляются электронными платежами деньги, и потом посредством различных почтовых отправлений, посылок, получаются уже наркотические средства. То есть, в управлении сейчас ведется работа, в интернете в том числе, да? Да, в интернете очень активно ведется работа, и есть у нас определенные наработки, есть успехи, вот, ну, каждый раз случаи все равно разные, и мы каждый раз подстраиваемся под решение тех или иных вопросов индивидуальным способом. Как работает та или иная, например, поисковая система, как вообще происходит обмен информацией в интернете, как делаются заказы в интернете, как проходит их оплата. То есть, все вот эти вот стадии, через которые проходит преступник, наш сотрудник обязан знать гораздо лучше. Такое оперативное мышление, которое позволяет ему различными путями добывать доказательства преступной деятельности определенных лиц, которые занимаются в том числе и незаконным оборотом наркотиков с использованием интернета. Но все равно же исхитряются, что-то новое придумывают постоянно. Да, придумывают, и поэтому мы должны быть готовы к тому, чтобы придумать что-то новое, чтобы получить доказательства. То есть, мало знать, мало иметь информацию, еще необходимо иметь доказательства, которые ляжут в основу уголовного дела. Ну, в том числе в интернете регулярно же поступают предложения разным людям, не только постоянным клиентам, скажем так. Как распознать, что вам на почту пришло сообщение о том, что вам предлагают наркотики приобрести? У нас через режимы обратной связи по интернету от граждан и через режим телефонной связи постоянно приходят сообщения о том, что кому-то на интернет скидывают предложения. С номером телефона и с предложением приобрести наркотические средства. Все такие факты, они отрабатываются. Очень много таких телефонов не содержит никакой информации о том, что там реально продаются наркотики. И даже граждане, которые отправляли деньги, они не получали ничего в ответ. То есть, деньги отправлены, и все, и тишина. И телефоны эти уже потом выключены. И чаще всего тот телефон, на который человек позвонил, он ни с кем там говорить не водит. То есть, там ему придет либо сообщение, либо, может быть, в электронном виде какое-то послание. Вживую никто не общается. И очень часто, когда, как я уже сказал, получив деньги, злоумышленники потом просто-напросто не отвечают. Ну, есть, конечно, и те, кто занимается незаконным оборотом. Мы таких людей отслеживаем, в отношении них собираем доказательства, работаем. Есть определенные результаты. Ну, у вас уже наверняка есть, так скажем, постоянные клиенты, да? Ну, постоянные клиенты – это клиенты у тех, кто приобретает наркотики. Ну, мы говорим про вас конкретно. У нас, это те, кто занимается, они привлечены, как правило, все, кого мы разрабатываем. Стараемся максимально количество сбытчиков, именно сбытчиков привлечь к уголовной ответственности и довести дело до суда. Ну, вот все-таки хотелось бы, наверное, затронуть тему. Она не очень, скажем так, отработана сейчас на данный момент, да? Но, тем не менее, вот проверка несовершеннолетних школьников, студентов на употребление наркотиков. Вот, может быть, статистику тоже самую подвести? Да, у нас проходят такие, значит, акции, когда школьникам, учащимся в средних учебных заведениях, профессионального образования, предлагается пройти тест на употребление наркотических средств. За 10 месяцев текущего года было проведено через тестирование около 1300 учащихся, которые проходили это тестирование. Из них менее 5% отказались проходить освидетельствование, но те, кто прошли, все результаты были отрицательные, то есть положительных результатов не было. Ну, вот эти вот 5% можно считать, что они либо подозревают, либо как в силу своих убеждений не хотят проходить. Ну, вот картина именно такая. И что же с отказниками-то делать? Ну, с отказниками. Во-первых, тестирование проходит анонимно. Во-вторых, тех, кто отказался, мы не имеем никаких установочных данных и никаких гонений в отношении этих лиц не проводится. Проводится просто больше, наверное, уделяется внимание профилактической работе. И нашими сотрудниками вкупе с сотрудниками Министерства образования, с преподавательскими составами школ, средних учебных заведений, профессиональных, высших учебных заведений. Вот работа строится тогда вот по такому сценарию. Но родители все-таки, скажем так, не против? Большинство подавляющее, большинство не против. Большинство родителей, конечно, хотят знать, как живет их ребенок, что у него, какие интересы, какие друзья. И опасаются за жизнь, то есть проявляют живой интерес. И большинство родителей не против того, что их дети проходят тестирование. Тем более тестирование анонимно, никаких последствий. Это просто собирается информация в отношении общего количества, как нам строить профилактическую работу и на что преподавательскому коллективу, родителям обратить внимание. Того или иного коллектива школы просто. Банельная безопасность, да? Да, и, соответственно, безопасность. Спасибо вам большое. Ну, тема обширная достаточно, да? Вот так в 10 минут и не уложишься, к сожалению. Мы уложились на что-то или нет? В общей сложности, да. Если по общим вопросам, то да, спасибо вам еще раз, что пришли к нам в гости. Вам спасибо. Это была программа «7 минут». Мы с вами скоро увидимся. Всего вам хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok